За долю секунды во время Большого Взрыва возникла вся Вселенная. Буквально в мгновении ока может произойти столько событий, что в это невозможно поверить. Как мы появились здесь? Из чего состоит Вселенная? Тайна творения, тайна всего существующего, скрыта в той первой секунде. Технологии находятся в шаге от того, чтобы открыть нам, что произошло в самую важную секунду за все время. С точки зрения науки Большой Взрыв. Вначале не существует ничего. Ни материи, ни энергии. Нет даже пустого пространства, потому что само пространство не существует. Нет течения времени, потому что нет такого явления, как время. В пустоте появляется огненный шар меньше атома. Он в 10 триллионов триллионов раз горячее солнечного ядра. Все, из чего позже возникает Вселенная, разлетается из точки, которая в миллионы раз меньше булавочного укола. Начинается отсчет времени. За секунду закладывается проект всего мироздания. Как это произошло, самая большая загадка в мире. Профессор Лоренс Краус посвятил свою карьеру изучению первых секунд после Большого Взрыва. Если мы действительно хотим понять наше место во Вселенной, нам нужно вернуться к самому началу и понять, как она возникла. Вернуться к моменту творения — это новая мысль. Теория Большого Взрыва получила широкое распространение. Но этой концепции менее 100 лет. Не нужно забывать о том, насколько недавно возникло современное представление о Вселенной. 80 лет назад большинство ученых считало, что Вселенная является неподвижной и вечной, что она существовала всегда. Эта точка зрения изменилась в 1929 году. В Калифорнийской обсерватории Маунт-Вилсон Эдвин Хаббл изучает свет галактик. Он замечает, что чем дальше находится галактика, тем большую длину волны имеет испускаемый ею свет. Световые волны растягиваются тем сильнее, чем больший путь они проходят. Растяжение изменяет длину этих волн. Тот же принцип действует и для звуковых волн. При приближении поезда звук гудка становится более высоким. Когда поезд прошел, высота звука уменьшается. При удалении поезда каждой последующей звуковой волне нужно пройти больший путь до вашего уха, чем предыдущий. Звуковые волны растягиваются, при этом высота звука уменьшается. Примерно то же самое происходит со световыми волнами. Если галактика удаляется от нас, ее световые волны растягиваются и становятся более длинными и красными. Это называется красным смещением. Спектр видимого света с одной стороны имеет красный цвет, а с другой — синий. Красное излучение — это длинноволновое излучение видимого света, а синее излучение — коротковолновое. Когда мы смотрим на Вселенную, мы видим, как вытягивается излучение далеких звезд. При этом свет становится более красным. Чем дальше мы смотрим, тем краснее свет. Галактики вокруг нас изменили свой свет на красный. Когда мы смотрим на далекие галактики во всех направлениях, все они удаляются от нас. Почти все галактики удаляются со скоростью 1 миллион 600 тысяч километров в час. Если галактики разлетаются, это значит, что когда-то все они были в одном месте. Вселенная расширяется вовне из одной точки. Это первое доказательство того, что у Вселенной есть начало. Открытие Хаббла становится основой новаторской концепции — теории Большого Взрыва. Ученые считают, что в первые секунды после Большого Взрыва были созданы компоненты всех звезд и планет во Вселенной. Чтобы доказать эту теорию, вначале им нужен новый способ измерения времени. Речь идет о временных промежутках короче, чем в любой области человеческой деятельности, будь то гоночные машины или бег спринтера. Мы узнали, что за долю секунды, за мгновение ока, может произойти так много событий, что в это невозможно поверить. Часы, минуты и секунды — это основа современной жизни. Но после Большого Взрыва события происходят за периоды времени, которые намного меньше секунды. Для анализа событий ученые используют новый способ измерения времени — планковское время. Одно планковское время равно 10 в минус 43 степени секунды. Это запятая, 42 нуля и единица. Невозможно представить, насколько короткий это промежуток времени. Однако за этот первый крошечный отрезок планковского времени происходит то, что определит следующие 13,7 миллиарда лет. Из огненного шара образуются 4 основных силы природы. На этих силах держится все вокруг. Благодаря гравитации образуются звезды и планеты. Она властвует над Луной и отливами и удерживает нас на Земле. С помощью электромагнетизма освещаются города, соединяются телефоны и работают компьютеры. А две ядерные силы, сильные и слабые, связывают частицы, из которых состоят наши тела и поддерживают пламя в топке нашего Солнца. Мы существуем, потому что в первую секунду после Большого взрыва возникли эти четыре силы. Без них Вселенная представляла бы собой бесформенное облако излучения. Если бы не было сил, то не происходило бы ничего. Не было бы телевидения, спорта, любви и ненависти, человеческих трагедий, всего, ради чего стоит жить. Но в первый отрезок планковского времени четыре силы еще свернуты в одну суперсилу. Гравитация, ядерные и электромагнитные силы еще не разделились. Физик Мичио Каку изучает то, как разделились эти силы. Я представляю их себе, как прекрасный симметричный кристалл, где в начале времени все силы объединены в своей элегантной простоте. Когда наши космические часы отсчитывают еще один отрезок планковского времени, крошечная Вселенная, огненный шар, расширяется. Четыре силы начинают распадаться. Это похоже на раскаленный кристалл, который быстро остывает. Возникают трещины. Она начала распадаться на четыре части. Первая делилась гравитация. Потом начали отпадать ядерные силы. В результате на месте суперсилы возник расколотый бриллиант. Эти четыре фрагмента действуют до сих пор. Гравитация удерживает Землю на орбите. Ядерные силы заставляют Солнце светиться, а электромагнитное излучение дает свет, в котором купается наша планета. Прошло всего несколько долей секунды с начала нашего путешествия, а уже формируются основы нашего мира. Вселенная представляет собой огненный шар, все еще меньше атома, с температурой в тысячи триллионов-триллионов градусов. Чтобы узнать, как расширяется Вселенная, ученые используют телескопы настолько мощные, что они могут видеть прошлое. Когда астрофизик Дэвид Спергель смотрит в небо, он видит историю. Когда мы смотрим в космос, мы заглядываем в прошлое. Свет перемещается с конечной скоростью. Свет Солнца доходит до нас примерно через 8 минут. Мы видим Солнце не таким, какое оно сейчас, а каким оно было 8 минут назад. В ночном небе мы видим близкие звезды, которые находятся в 10-20 световых годах. Мы видим их, какими они были 10 или 20 лет назад. Чем глубже мы всматриваемся в космос, тем ближе к Большому Взрыву то, что мы видим. Свет от далеких звезд идет до нас миллиарды лет. По пути он настолько вытягивается, что превращается в радиоволны. Чтобы увидеть этот древний свет, нужны радиотелескопы. С помощью радиотелескопа с рупорной антенны в Нью-Джерси было абсолютно случайно сделано открытие, имеющее отношение к Большому Взрыву. В 60-х годах Арно Пензиас и Роберт Уилсон работали в лаборатории Белл-Телефон над измерением радиоволн от газовых облаков в Млечном пути. Но рупорная антенна, которую они используют, постоянно принимает помехи. Они звучат вот так и приходят со всех направлений. Везде, куда они направляли антенну, был тот же фоновый сигнал. Они не понимали, что происходит. Вначале они подумали, что причина в оборудовании. Они почистили его, убрали голубиный помет, тот, который мог стать причиной неполадок, заново откалибровали. Они добились очень высокой точности. Странные помехи не прекращаются. Пензиас и Уилсон ищут их источник. Они смогли доказать, что это излучение приходит не с Земли и не из нашей галактики. Оно приходит из глубокого космоса и присутствует везде. Возраст и удаленность источника излучения, которое уловила их антенна, превосходит все, что было обнаружено раньше. Случайно они встречаются с учеными из Принстонского университета, которые ищут следы собственно большого взрыва. Теперь они понимают, что слышат эхо из начала времен. Большой взрыв был настолько мощным и горячим, что остатки этого тепла сохранились до сих пор. Вначале тепло было сверхгорячим рентгеновским излучением. Оно вытягивалось и остывало, превратившись в видимый свет, цвет которого сместился от синего к красному. Потом свет стал микроволнами и, наконец, радиоволнами. Это слабое излучение постоянно светит на Землю. Его называют космическим микроволновым фоновым излучением или КМФ. Космический микроволновый фон — это эхо самого акта творения. Это тлеющие угли, оставшиеся от первой ударной волны, которая создала Вселенную. Если бы наши глаза могли видеть микроволновое излучение, то мы бы каждую ночь наблюдали большой взрыв, взглянув на небо. Прошло более 13 миллиардов лет, но у нас есть возможность увидеть эти космические отблески невооруженным глазом. Ключите телевизор и не настраивайте канал. Пара процентов из помех, которые вы видите на экране, это излучение от большого взрыва. Это космическое излучение напрямую связано с большим взрывом. Оно также указывает на то, что Вселенная вступила в новый этап меньше, чем через одну триллионную секунды после своего возникновения. Космическое излучение позволяет узнать, что произошло после этого. Еще через несколько единиц планковского времени по нашим космическим часам Вселенная огненный шар преображается. В один момент Вселенная в миллиарды раз меньше атома. Через мгновение она расширяется до размеров бейсбольного мяча. При этом она увеличивается больше, чем за все последующие 13,7 миллиарда лет. Ученые называют это быстрое расширение инфляцией. Подтверждением служит космическое излучение, которое осталось после большого взрыва. Как и помехи, в вашем телевизоре космическое излучение настолько постоянное и равномерно, что это озадачивает ученых. При измерении космического микроволнового фона в одном направлении его температура та же, что и в другом направлении. Она постоянно везде. Единственным объяснением может быть то, что инфляция Вселенной происходит во множество раз быстрее скорости света. При инфляции Вселенный огненный шар расширяется равномерно, как воздушный шарик, который надувает невероятно мощный поток воздуха. Я представляю себе, как я сжимаю пружину все сильнее и сильнее. Она уменьшается в размерах и накапливает огромное количество энергии. Когда я отпускаю ее, она распрямляется. Такая же накопленная энергия привела к экспоненциальному расширению Вселенной. Но если вся Вселенная была однородной с первой секунды после Большого взрыва и дальше, как образовались галактики? Планеты и звезды вначале являются скоплениями частиц. Постепенно эти частицы материи соединяются под воздействием силы гравитации и образуют плотную массу. Земля появилась как скопление частиц, которые соединились за счет трения и гравитации. Солнце, которое поддерживает жизнь на Земле, возникло в виде облака газа и пыли. Но как вообще возникли эти кластеры? Видимо, ранняя Вселенная была не ровной, а шероховатой. Чтобы проследить связь между формированием звезд и планет и самой первой секундой после Большого взрыва, ученые НАСА, такие как Дэвид Спергель, создают микроволновый анизотропный зонд имени Уилкинсона или WMAP. Спутниковый аппарат, способный измерить температуру космического излучения подробнее, чем когда-либо раньше. Хотя это излучение присутствует везде, оно очень слабое. Чтобы вести за ним подробные наблюдения по всему небу, нужно удаляться от Земли и любых других источников излучения, создающих помехи. В 2001 году НАСА запускает зонд. Возможно, с его помощью будет получен самый точный портрет Вселенной в первую секунду ее существования. Запуск зонда был невероятно напряженным, но волнующим моментом. Мы увидели, что он взлетел и начал работать. Зонд Уилкинсона находится на расстоянии 1 миллиона 600 тысяч километров от Земли. Его приборы настолько чувствительны, что могут измерить температуру космического излучения с точностью до 1 миллионной градуса. В течение пяти лет зонд исследует небо в мельчайших подробностях. Он ведет наблюдение за космосом, при этом Земля и Солнце все время остаются за ним. Спутник вращается очень быстро. Он покрывает около трети неба каждый час и составляет карты остаточного излучения. Зонд Уилкинсона следует за Землей, которая вращается вокруг Солнца и измеряет температуру по всему небу. Он формирует подробные карты температур, такие как эта. На картах видна удивительная вещь. Синие и красные пятна на этой полной карте неба это микроскопические перепады температур. Маленькие синие пятна это области, где на несколько тысячных градусов холоднее. Красные, там, где немного теплее. Вы видите, что в небе существуют незначительные колебания температур. Зонд Уилкинсона заглянул в прошлое более чем на 13 миллиардов лет. В ходе эволюции Вселенной эти микроскопические колебания превратились в скопление частиц, которые под воздействием гравитации становились все больше и больше. В итоге их плотность оказалась достаточной, чтобы положить начало звездам и галактикам. Эта карта показывает, как выглядела Вселенная в первую секунду после Большого взрыва. Это шаблон, по которому сформировался сегодняшний огромный космос. Когда изображение космического микроволнового фона впервые было опубликовано, пресса назвала его «Лицом Бога». Давайте будем реалистами. Это не лицо Бога, а детская фотография, фотография Вселенной Младенчества. Поэтому открытие космического микроволнового фонового излучения это одно из величайших открытий науки в целом. Менее чем через одну триллионную секунды после Большого взрыва Вселенная огненный шар быстро расширяется. Теперь это сверхгорячая сфера, которая помещается в ладони руки. Вселенная переполнена энергией и излучением. Но по мере того, как Вселенная размером с ладони расширяется и остывает, появляется нечто новое. С момента Большого взрыва прошла всего доля секунды, а судьба Вселенной уже предначертана. Солнце горит благодаря силам, созданным более 13 миллиардов лет назад. Звезды и планеты образовались благодаря тому, как быстро расширяется Вселенная. Ученые могут проследить связь между всем, что мы видим сегодня и первой секундой творения. Но мы появились благодаря тому, что произошло за следующие несколько мгновений планковского времени. Вселенная заполнена составными элементами материи. До настоящего момента на наших космических часах ранняя Вселенная состоит исключительно из энергии. как чистая энергия превратилась в материю. Все вокруг вас состоит из материи. То, на чем вы сидите, воздух, которым вы дышите. Вся планета состоит из материи, а материя состоит из атомов. И в первую секунду после Большого Взрыва образуются компоненты атомов. То, как появилась материя, было тайной для ученых. До тех пор, пока в 1905 году Альберт Эйнштейн не выбил самые знаменитые уравнения в мире. Е равно М С квадрат. Уравнение Эйнштейна говорит, что энергия Е и масса М являются разными формами одного и того же явления. Материя и энергия могут переходить друг в друга. Позже некоторые ученые используют это уравнение, чтобы создать самое разрушительное оружие в истории — атомную бомбу. После этого ученые получают новую информацию о том, что произошло в первую секунду. При ядерном взрыве частицы материи разрушаются, высвобождая огромное количество энергии. Во время Большого Взрыва все происходит с точностью до наоборот. Огромное количество энергии превращается в материю. Уравнение Эйнштейна дает основание для вывода. В ходе расширения охлаждения ранней Вселенной энергия Большого Взрыва превращается в частицы материи, из которых мы состоим. Мы прошли только долю секунды нашего путешествия. Появляются первые частицы материи. Вселенная в миллион раз горячее ядра Солнца. Температура еще слишком высокая, чтобы частицы материи могли объединиться в атомы. Ученые столкнулись с загадкой. На что похоже это первоначальное состояние материи? И как из него возникли протоны и нейтроны, из которых состоят все атомы во Вселенной? Атомы не могли существовать. Представьте, что вы поставили ледяной кубик в паровую баню. Лед сразу же растает. Ледяные кубики не могут существовать в паровой бане. Доказательство кусок льда. Когда вода достаточно холодная, она находится в твердом состоянии. При нагревании она превращается в жидкость. Если нагреть жидкую воду, она закипает и превращается в газ, водяной пар. Если нагреть газ до сверх высокой температуры, то ее энергия разорвет атомы на части. Точно так же и Вселенная настолько горяча в первую секунду, что там могут существовать только составные части атомов. Если бы вы перенеслись в первые секунды существования Вселенной, вы бы в буквальном смысле распались на части. И даже остатки, ядра из вашего тела, разлетелись бы на субатомные частицы. От вашего тела не осталось бы ничего. Взрыва. Есть только один способ увидеть эти сверхгорячие компоненты материи, существовавшие в первую секунду после Большого Взрыва. Ученым нужно воссоздать условия Большого Взрыва. Температура внутри звезды измеряется десятками миллионов градусов, а Большой Взрыв триллионами триллионов градусов. Поэтому мы не можем смоделировать акт творения нигде, кроме ускорителей частиц. Сталкивая протоны с протонами, мы можем получить температуру, которая не существовала с самого момента зарождения Вселенной. Если вам нужно смоделировать возникновение Вселенной, единственный выход это ускорители частиц. Это Брукхевенская национальная лаборатория на Лонг-Айленде. Здесь находится релятивистский коллайдер тяжелых оонов, или РИК. Это четырехкилометровое кольцо, в котором ядра атомов золота сталкиваются почти на скорости света. Ускорители происходят столкновения субатомных частиц. При этом мы получаем огромное количество обломков, после чего нам нужно разобраться, что именно осталось после столкновения. Это столкновение обладает колоссальной энергией. В уменьшенном масштабе оно воспроизводит первую секунду Вселенной в зачаточном состоянии. Как? Разрывая ядра на протоны и нейтроны, из которых они состоят. Этой энергии достаточно даже для того, чтобы разрушать протоны и нейтроны. Внутри ученые обнаруживают составляющие компоненты материи. Крошечные частицы под названием кварки. Если ученые смогут узнать, как ведут себя кварки, они раскроют тайну самой материи. Их открытие может произвести революцию в медицине и дать новое начало космической программе. Проект начинается в 2000 году. После столкновения ядер образуется хаотичное облако частиц. Анализ данных занимает пять лет. Результаты готовы в 2005-м. Они поражают ученых. Мы ожидали, что при столкновении ядер золота получим газ. Но наше удивление было вызвано тем, что это был вовсе не газ, скорее, что-то похожее на жидкость. Для нас это было потрясением, потому что теперь при моделировании ранней Вселенной нам нужно было отказаться от идеи газа из субатомных частиц. Теперь мы знаем, что это скорее жидкость, похожая на суп. Когда во Вселенной впервые возникла материя, кварки были настолько плотными, обладали такой энергией, что вся Вселенная походила на жидкость. Вселенная превратилась из сверкающего шара энергии в суп из кварков меньше, чем за мгновение. Жидкая Вселенная была горячей, плотной и бурной. Она была полна крошечных частиц, которые находились в постоянном и интенсивном взаимодействии. Когда наши космические часы отмеряют одну миллионную секунды, Вселенная продолжает расширяться и остывать. С размера бейсбольного мяча она увеличивается до размеров нашей солнечной системы. Материя возникла из чистой энергии. Без материи мы бы не существовали. И в ту самую первую секунду такое развитие событий было весьма вероятно. Вся материя во Вселенной оказывается под угрозой полного уничтожения. Загадочные явления завораживали человека веками. Красный дождь наблюдали практически с библейских времен. И до сих пор их сложно объяснить научно. Быстро перемещающиеся световые шары. Новые технологии доказывают, что не все на планете порождено ею самой. Вот где это было. Но доказывает ли это, что мы не одни? Через долю секунды после большого взрыва Вселенная заполнена составными элементами атомов. Этим крошечным частицам материи нужно уцелеть на поле битвы. Все вокруг нас состоит из материи, которая образовалась из энергии, высвобожденной в результате большого взрыва. Каждая молекула, каждый атом, каждый кварк. Как мы получили Вселенную, в которой так много материи? Это один из самых важных вопросов. Возможно, ответ на него даст ускоритель частиц. При моделировании первой секунды в равных долях образуются два типа материи. материи. Один тип материи находится вокруг нас. Второй его противоположность антиматерия. Доктор Тара Ширс объясняет, что это две стороны одной медали. Это яблоко состоит из материи. Мы знаем, что у каждой частицы материи во Вселенной есть аналог из антиматерии, который образовался при большом взрыве. Антиматерия походит на обычную материю, но не совсем. На самом деле, это ее зеркальное отражение, поэтому антияблоко выглядит вот так. Но материя и антиматерия смертельные враги. Они не могут существовать вместе. Всего через несколько долей секунды после большого взрыва будущее Вселенной поставлено на карту. Материя и антиматерия сошлись в смертельной битве. Через одну миллионную долю секунды после большого взрыва идет яростная битва. Когда материя сталкивается с антиматерией, происходит взрыв. Если фрагмент материи всего лишь размером с яблоко соприкоснется с равным количеством антиматерии, выделенная энергия будет эквивалентна взрыву 10-мегатонной ядерной бомбы. Если бы вы смогли отправиться в самое начало существования Вселенной после большого взрыва, то оказались бы в кипящей массе аннигилирующей материи и антиматерии. Вы оказались бы посреди космической битвы между этими противниками, так сказать, под перекрестным огнем. Так как все частицы находятся в сверхплотном в жидком состоянии, материя и антиматерия легко соприкасаются и уничтожают друг друга. Поскольку они возникли в равной пропорции и каждая частица материи аннигилирует при соприкосновении с античастицей, то вся материя должна исчезнуть сразу же после возникновения. Вся материя рано или поздно соприкоснулась бы с антиматерией и аннигилировала. При этом остается только излучение. Я собираюсь сказать, что тогда мы бы жили во Вселенной исключительно из излучения, но это не так, потому что нас вообще бы не было. Не было бы ничего, кроме излучения. Но Вселенная заполнена материей. Как ей удалось взять верх над антиматерией? Это одна из величайших тайн науки. По одной теории антиматерия менее устойчива и распадается быстрее, что обеспечивает микроскопический дисбаланс между материей и антиматерией. Этот незначительный дисбаланс в конечном итоге позволяет материи превзойти антиматерию. В любом случае, сразу же после Большого взрыва произошло что-то, что склонило чашу весов к пользу материи. В этот момент битва прекратилась, и после нее осталось очень небольшое количество материи. Из нее и состоит вселенная, в которой мы живем сегодня. Это значит, что мы остатки этой битвы, отбросы. Мы то, что остается, когда все остальные закончили есть. Из этих остатков образовалось все, что нас окружает. От почвы под ногами до самой далекой галактики. Время на космических часах приближается к концу первой секунды. За это время четыре силы природы выделились из одной суперсилы. Определился победитель в войне между материей и антиматерией. И благодаря мельчайшим колебаниям температуры по всей Вселенной в течение следующего миллиарда лет, гравитация соберет скопления материи, из которых возникнут галактики. Но одна тайна остается нераскрытой, и ее значение очень велико. Мы знаем, как образуются составляющие компоненты материи, но мы не знаем, что делает все во Вселенной вещественным. Мы знаем много о первой секунде, но одного фрагмента головоломки не хватает. Что дает всем объектам во Вселенной массу? Из-за массы предмет тяжело сдвинуть и тяжело остановить. Когда нас притягивает к Земле, гравитация воздействует на нашу массу. На Луне гравитация слабее, поэтому космонавты движутся медленнее. Но их масса остается той же, что и на Земле. Даже если предмет ничего не весит, он обладает массой. Первую секунду должно было появиться то, что дает частицам массу, но ученые не знают, что это. Масса — это основа жизни. Без массы Вселенная полностью состояла бы из излучения. Частицы не могли бы соединиться и образовать объекты, такие как вы или я, или любые другие вещи, которые делают Вселенную интересным местом. Эта Вселенная была бы очень рассеянной и полной излучения, но очень-очень скучной. Если узнать, как в первую секунду появилась масса, то вы доберетесь до истока в жизни. Если ученые не смогут узнать, что наделяет частицы массой, эта первая секунда останется загадкой. Наше путешествие почти закончено, но в головоломке отсутствует фрагмент, который ставит ученых в тупик уже многие десятилетия. Однако в 1964 году в Британском университете Эдинбурга физик Питер Хиггс выдвигает революционную теорию. Он предполагает, что в первую секунду по всей Вселенной распространилось невидимое силовое поле, которое дает частицам массу. Оно получает название поле Хиггса. При взаимодействии с ним частицы обретают массу. Возьмем, например, машину, у которой кончился бензин. Я могу толкать ее вперед по дороге, но если она заедет в грязь, то покажется мне тяжелее. Я уже не смогу толкать ее так же быстро. Мы считаем, что частицы обладают массой по той же причине. Существует поле Хиггса, и некоторые частицы взаимодействуют с ним сильнее, чем другие. Частицы, которые взаимодействуют слабее, проще двигать. Поэтому они ведут себя так, как будто они легче. Частицы, которые взаимодействуют сильнее, тяжелее сдвинуть. Поэтому они кажутся более тяжелыми. Поле Хиггса, как грязь, липнет ко всему. Когда частицы попадают в поле, то обретают массу. Чем сильнее контакт с полем, тем большую массу они получают. Ученые считают, что поле Хиггса распространяется с помощью его собственной особой частицы. Журналисты называют ее частицей Бога. Ученые называют ее бозоном Хиггса. Они считают, что обнаружив эту частицу, мы сможем понять, как мы здесь оказались. Расчет правильный. Но ни один ускоритель частиц не был достаточно мощным, чтобы найти бозон Хиггса. сейчас такой ускоритель есть. Глубоко под землей в пригороде Женевы в Швейцарии находится самый дорогой экспериментальный прибор, созданный человеком. Большой адронный коллайдер или БАК. Это самый большой ускоритель частиц в мире, с помощью которого наиболее вероятно найти недостающий бозон Хиггса. Нам нужно узнать, существуют ли частицы Хиггса на самом деле. Мы строим эти гигантские ускорители, чтобы попытаться понять механизм, за счет которого во Вселенной существует все, что мы считаем твердым и тяжелым. Его строительство обошлось в 10 миллиардов долларов и заняло 14 лет. В проекте принимают участие 7 тысяч ученых. В этом году коллайдер запустят. В уменьшенном масштабе в нем будут воспроизведены условия, которые в последний раз возникали 13 миллиардов 700 миллионов лет назад. Это настолько мощный эксперимент, что он смоделирует непосредственно большой взрыв. Если это сработает, ученые, такие как Дэвид Эванс, возможно, раскроют последние тайны материи. Поскольку мы выходим на новый уровень в науке, нам пришлось выйти на новый уровень в технике. Это не только самая большая машина в мире, это, без сомнения, и самая сложная машина. На глубине более 90 метров под землей проложена замкнутая в круг труба длиной 26 километров. Внутри нее два луча протонов толщиной менее человеческого волоса разгоняют почти до скорости света до 299 тысяч километров в секунду. коллайдер будет сталкивать частицы в 7 раз сильнее, чем любой другой ускоритель. По кольцу в противоположных направлениях перемещается 300 триллионов протонов, которые сталкиваются в центре четырех огромных детекторов. Лоренц Краус инспектирует один из этих детекторов, каждый из которых размером с бятиэтажный дом. Мы находимся внутри сооружения, которое заслуженно называют одним из готических соборов 21 века. Эта грандиозная конструкция построена из тысяч тонн стали, больше, чем в Эйфелевой башне. Здесь тысячи километров проводов. Все это было спроектировано тысячами физиков из сотен стран, которые говорили на десятках языков с точностью до миллионной доли сантиметра. И все это для того, чтобы обнаружить, что происходит там внутри. В колледере используются четыре гигантских детектора, установленные вдоль лучевого кольца. Детектор, который, как надеются ученые, обнаружит частицу Хиггса, называется атлас. Длина атласа равна половине футбольного поля, а его вес весу ядерной подводной лодки. Он способен регистрировать один миллиард столкновений в при столкновении протонов происходит настолько мощный удар, что за долю секунды материя переходит в состояние, в котором она находилась сразу же после большого взрыва. Возникает облако элементарных частиц, таких как кварки. Где-то среди этих обломков ученые надеются найти неуловимую частицу Хиггса. Но найти одну частицу в этой огненной буре все равно, что найти крупицу золота, на пляже. Частица Хиггса так мала и недолговечна, что детектор не сможет обнаружить ее непосредственно. Вместо этого ученые рассчитывают обнаружить след, который она оставляет с помощью самых совершенных камер в мире. самолет. самолет чертит в небе надписи дымом, вы видите огромный шлейф, но не сам самолет. Его не видно, потому что он слишком мал. Точно так же мы используем детекторы. Детекторы не могут обнаружить саму частицу, но способны найти след, который она оставляет. По этому следу мы можем определить, что это за частица и как быстро она движется. коллайдер будет выдавать больше данных, чем любой другой прибор на планете. Объем информации, который будет получен по результатам столкновений в БАК с помощью этих детекторов всего за секунду, будет превосходить объем информации во всех библиотеках всех стран мира. Возможно, с помощью этих данных будет раскрыта тайна массы, белое пятно в изучении первой секунды Вселенной и путь к науке будущего. Для обработки такого объема информации коллайдера будет использоваться самая большая сеть суперкомпьютеров в мире. Даже тогда поиски могут занять многие годы, но ожидание стоит того. Возможно, этот эксперимент наконец откроет нам простую истину об основе нашего бытия. Эта перспектива завораживает ученых по всему миру. Мы пока не знаем, на что будет способен коллайдер. Мы многого от него ожидаем. Это более высокая энергия, большая точность. Мы проникнем туда, где еще не были. То, что мы узнаем с помощью коллайдера, изменит наше представление о первой секунде большого взрыва. В комнате управления коллайдером идет от счет до начала величайшего эксперимента в истории науки. Ускоритель проверяют, изолируют и охлаждают до температуры ниже, чем в открытом космосе. проектирование и строительство коллайдера закончено. Теперь прямо здесь и сейчас проходят окончательные испытания перед пуском. Эта машина может дать ответ на одну из величайших тайн жизни. Это все равно, что присутствует при сотворении мира. В случае успеха большой адронный коллайдер откроет новую эпоху в науке. Если с его помощью не удастся найти частицу Хиггса и объяснить, как материя получает массу, тайна первой секунды останется не полностью разгаданной. Придется выдвинуть новые теории и создать более мощные приборы. Я реалист. Я понимаю, что мы можем ничего не найти. Эта неудача может привести к кризису и стагнации в физике, потому что наши машины окажутся недостаточно мощными, чтобы поднять занавес над следующим актом в исследованиях материи и энергии. они знают одно. Коллайдер позволит ученым узнать о большом взрыве больше, чем когда-либо ранее. Они смогут отправиться на 13,7 миллиарда лет в прошлое и воссоздать самую первую секунду Вселенной. Величайшую секунду. Наши космические часы отмеряют последнюю единицу планковского времени. Вселенной исполнилась первая полная секунда. Ее размеры достигли примерно тысячи размеров нашей Солнечной системы. Она заполнена частицами материи, сырьем из которого состоит все вокруг нас. Вселенная достаточно остыла, чтобы море кварков разделилось на пучки по три, из которых сформировались протоны и нейтроны. В саге о происхождении Вселенной первая глава определила всю дальнейшую историю. За следующие несколько минут Вселенная остывает достаточно, чтобы протоны и нейтроны смогли образовать первое ядро атома. Через 300 тысяч лет появляется первый атом. Через сотни миллионов лет материя собирается в скопления, которые образуют первые звезды. А через миллиарды лет галактики, такие, как Млечный Путь. Более чем через 9 миллиардов лет после Большого Взрыва появляется Земля. Один большой взрыв. Всего одна секунда, которые породили все, что существует. Когда первая секунда подошла к концу, вся последующая история космоса уже была предопределена, в том числе и будущая судьба Вселенной. Более чем через 12 миллиардов лет после Большого Взрыва появляются люди. Вид, обладающий интеллектом, который позволяет задать вопрос, как мы здесь оказались? Из чего состоит Вселенная? В этом году наука приблизится к тому, чтобы ответить на этот вопрос. Ключ к разгадке будет заключен в первой грандиозной секунде. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич. Редактор π Marvel Далее. Далее. Редактор Петр Табелевичке Арк-ТВ. Продолжение следует...